Генеральный партнер программы Здравствуйте, уважаемые телезрители! Сегодня мы расскажем вам о самых знаменательных событиях, произошедших в жизни Православной Церкви на Рязанской земле. На строящийся храм в честь иконы Богородицы «Неупиваемая чаша», которая расположена в микрорайоне Дашкового песочня, был освящен купол и крест. Возглавил чин митрополит Рязанский и Михайловский Павел. Церковь, которая возводится, является частью большого храмового комплекса, центральное место которого займет величественное сооружение храм святителя Василия Рязанского, главного покровителя нашего города. Церковь в честь иконы Матери Божией «Неупиваемая чаша» небольшая и после своего возведения станет крестильной. Сроки, когда она будет окончательно возведена, пока неизвестны. Однако уже сегодня в действующем рядом крестовоздвиженском храме каждую неделю совершаются молебны, чтением Акафиста перед иконой Матери Божией «Неупиваемая чаша». Этот образ прославился чудотворениями в конце XIX века. Икона пользуется особым почитанием, так как перед ней молится Богородица с просьбами об исцелении от тяжкого недуга пьянства. Не случайно в наши дни этот образ приобрел всероссийское почитание и стал известен во всем православном мире. Известно множество случаев благодатной помощи и исцелений, полученных от этой иконы Богородицы. «Неупиваемая или неиспеваемая чаша» – это неистощимая чаша радости, утешения, исцеления и жизни. Это источник различных духовных дарований. Чаша, черпающая радость, как сказано в Акафисте Пресвятой Богородицы. Она помогает страживающим людям, тот, кто и курит, и выпивает недугом пьянства, компьютерная зависимость, наркомания – все это очень оказывает помощь. В настоящее время в Рязани нет такого храма честь иконы Божьей Матери Божьей. В нашем храме совершается по пятницам, читается Акафисты в честь иконы Божьей Матери «Неупиваемая чаша», и все желающие могут прийти и помолиться за своих страживших. Вот такое из основных событий. С Божьей помощью Господь устраивает освящение креста, а потом будет устроен сам храм. На долгожданное для прихожан событие освящение купола с крестом и последующее их поднятие на храм пришли посмотреть многие верующие. Купол в православном понимании – непростое архитектурное сооружение, но, как и многое в церковной жизни, носит символический характер. Купола православных храмов – это символы духовного возрождения России. А что касается креста, то освящение и этого главного символа христианства для верующих является особо знакомым событием. У христиан все запечатлевается и освящается изображением и знаменем креста. Находится он не только в церквях и домах, но и им самим осеняются и увенчиваются храмы. Крест поставляется для благолепия и украшения, в покров и твердое ограждение крестной силы от всякого зла, храма и всех верующих людей. Мы осветили купол и крест, который является символом победы жизни над смертью. И каждый раз, когда мы будем проходить мимо креста, будем задумываться и о смысле жизни человека. А входить в храм будем с любым настроением. Если у нас скорбь, если у нас печаль, если у нас какая-то тяжелая ситуация, то мы искренне будем обращаться ко Господу, и Он будет нас утешать в скорбях, укреплять нас силами духовными и телесными. И мы будем продолжать жить и идти по жизни, совершая дела добра, любви, милосердия, исполняя заповеди Господни, обогащая себя духовными благодатными дарами. В завершении освящения, руководствуясь положением об иерархических наградах, правом ношении золотого креста был удостоен клирик крестовозвиженского храма иерей Кирилл Власов. После этого всем, кто особо потрудился в деле строительства храма в честь иконы Богородицы «Неупиваемая чаша», были торжественно вручены архиерейские грамоты. После этого под пение «Христос воскресе» в исполнении всех собравшихся на освящение купол с крестом был торжественно установлен на храм. Субтитры подогнал «Симон» В продолжении празднования Дней славянской письменности и культуры в Театре драмы прошел большой праздничный вечер. Организован он был усилиями управления культурой и искусством администрации города совместно с Рязанской епархией. В первую очередь концерт был посвящен просветителям, равнопостольным братьям Кириллу и Мефодию, принесшим на Русь славянскую письменность. Подобные мероприятия проходят не в первый раз, его уже можно назвать традиционным. В этом году праздник состоял не только из музыкальных номеров. Организаторы построили выступление так, что зрители за время концерта смогли больше узнать и о самих братьях, и о распространении веры славянской письменности и культуры на русской земле. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Увидеть красочные выступления и послушать замечательные музыкальные номера пришли в основном прихожане православных храмов города, священнослужители, педагоги и учащиеся средних общеобразовательных школ и духовных учебных заведений. Для многих праздник славянской письменности стал особым днём. Он даёт хорошую возможность вспомнить о наших корнях. Особенно важно чтить и уважать язык предков, который спустя многие века объединяет нашу многонациональную страну. Ведь именно он помогает сохранять культуру и бережёт облик всего государства. Вот уже более 20 лет мы празднуем этот церковно-государственный праздник. И хочется сказать, чтобы мы продолжали эту традицию, объясняли людям глубину и смысл этого праздника. Весь 20-й век на нашей русской земле это был многолетний опыт, когда пытались изменить код нашего народа, извратить внутренний смысл и внутреннее духовное содержание нашего народа. Результаты всем нам известны. Мы до сих пор пожинаем эти горькие плоды. Хочется пожелать, чтобы мы никогда не наступали на эти грабли, на которые наш народ пытался наступить в начале 20-го столетия. Пытались забыть то, чему учили святые просветители Кирилл и Мефодий. Этот концепт можно считать отражением богатейшего творческого, духовного и интеллектуального потенциала русского народа. Тот подвиг, который совершили святые равноапостольные Кирилл и Мефодий, это, как сказали бы сегодня, некий цивилизационный разлом, перемена эпох. Это нечто такое, что отделяло принципиально иное прошлое от настоящего и будущего. Движимые духом святым, просвещенные светом православия, они принесли этот свет на нашу землю. Именно поэтому цели концерта, проводимого в театре драмы, в большей степени были просветительскими, а основная идея заключалась в том, чтобы показать историю русского государства через музыку, стихи, танцевальные сцены и яркие зарисовки. ПЕСНЯ ПЕСНЯ Сотрудничество администрации Рязани и епархии в деле просвещения и духовно-нравственного развития общества длится уже несколько лет. Сегодня осуществляется немалое число интересных проектов. Концерты, конференции, выставки, День славянской письменности и культуры, несомненно, имеет большое духовное значение. Четвертый год подряд концерт, посвященный ему, проводится в Рязани. Правда, на этот раз формат вечера был изменен. В нем существенно было выражено культурное и историческое начало. За время концерта людей старались погрузить в страницы истории нашей страны, связанные как с ее развитием, так и с ее духовностью и, несомненно, с появлением и развитием русского языка. В нашей России проживает более 160 национальностей. У каждого своя культурная, свой язык. Но всех нас объединяет русский язык. Русский язык красивый. Это наша история. Это наша история. Это наше настоящее. И это наше будущее. Мы должны любить свой русский язык, беречь его и передавать родную речь из поколения в поколение. Потому что Россия никогда не должна быть страной, которая должна находиться под иголом. Мы должны жить в свободной русской стране. Мы должны русский язык прибивать, развивать и продолжать дальше начинание наших святых. День славянской письменности и культуры – праздник не одного дня. Он заключает в себе целую серию мероприятий, уже проведенных или намеченных на будущее. Причем как в городе, так и в области. Одно из самых крупных прошло недавно. Это конкурс «Язык наш. Древо жизни на земле». В нем приняли участие около 900 человек. Это яркий пример того, что интерес к русскому языку и освоению своих традиций сегодня не угас. Именно он настраивает на сотрудничество церкви и государства. Благодаря этому День славянской письменности и культуры при активном участии русско-православной церкви широко отмечается в нашей стране. Выделяя его, мы не просто чтим память наших просветителей, но выражаем единение всех, кто говорит и мыслит на русском языке. День славянской письменности и культуры – это праздник просвещения, праздник родного слова, родной книги, литературы и культуры. 25 мая в общеобразовательных учреждениях Рязанской области состоялось празднование последнего звонка. Торжественные акции, посвященные этому событию, прошли в школах, районах и городских домах культуры, дворцах детского творчества всего на 400 площадках. И, конечно, уже третий год подряд перед Успенским кафедральным собором Рязанского Кремля правящий митрополит возглавил благодарственный молебен об окончании учебного года. Для соборной молитвы собрались ученики всех школ города. После молебна состоялся праздничный концерт. В памяти каждого выпускника последний звонок останется самым счастливым, радостным и теплым воспоминанием. Традиционное шествие выпускников, посвященное празднику последнего звонка. В этом году он прозвенел для пяти с половиной тысяч юных рязанцев. Одиннадцатиклассники школ города прошли от площади Ленина до Кремля, для чего движение по соборной улице было на время перекрыто. По информации рязанской администрации, в марше приняли участие ровно тысячи учеников всех школ областного центра, в которых есть выпускные классы. Пока школьники строились под командой из громкоговорителя, ведущие называли имена наиболее заслуженных из них. Как оказалось, на площадь пришли не только призеры различных школьных олимпиад, но и победители всероссийских и международных творческих и спортивных состязаний, общественные активисты. Повел колонну военный оркестр, за которым несколько школьников несли большой колокольчик из воздушных шаров. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот уже завтра начнется совершенно какая-то другая жизнь, не такая, как сейчас. Это, конечно, какая-то грусть, волнение, может быть, даже тревога. В общем, какие-то странные чувства. Я не могу собраться с эмоциями, с чувствами, как-то все это выразить. Ну, плана на будущее, конечно же, много. В первую очередь, это сдать ЕГЭ, надеясь на успешную сдачу ЕГЭ, поступить в ВУЗ. Мы все привыкли к тому, что с нами в школе все возятся, к нам все относятся как к маленьким детям, нам все помогают, во всем нас всегда поддерживают. И сейчас это очень ломает осознавать то, что сейчас мы уйдем куда-то, где все, ну, никто не будет нас так поддерживать, и поэтому нам очень грустно расставаться и со школой, и с учителями. Столько поддержки, столько труда в нас было вложено. Вот очень страшно уходить. Традиция служить благодарственный молебен по окончании учебного года существует уже много лет. Церковь учит воздавать благодарность Богу за помощь в благих делах. Об этом было заповедано людям в Святом Евангелии. Поэтому 25 мая все учащиеся рязанских школ пришли к главному собору города, к месту, где покоятся мощи святителя Василия Рязанского, покровителя Рязанской земли. В своих молитвах преподаватели и дети благодарили Господа Богородицу, святителя Василия и всех святых, просиявших на Рязанской земле, за все благодеяния и помощь, которые они оказывали в течение года, несмотря на то, был ли он сложным и тяжелым, или благим и мирным. Традиция проведения молебнов – лишь одна из многих православных традиций, которая сейчас активно возрождается. Ведь без помощи Бога, Матери Божией и святых невозможно никакое дело, в том числе и учение. Существует очень много примеров из жизни людей, когда именно молитва святым давала помощь в учении и во всех благих делах. Христос воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе! Всех вас поздравляю с праздником и желаю Божьего благословения на ваше предстоящее служение Отечеству и на вашу предстоящую взрослую жизнь. Пусть Божье благословение пребывает со всеми вами! На торжественном мероприятии присутствовал губернатор Рязанской области Олег Ковалев. Он напомнил молодым людям, что впереди их ожидает взрослая жизнь и попросил серьезно подойти к выбору своего жизненного пути. Впереди вас ждут, в общем-то, и трудные испытания, и время выбора, время каких-то надежд. И хотелось бы, чтобы на этом жизненном пути, более сложном, более самостоятельном для вас, для всех, вам сопутствовала удача, чтобы вы были тверды в выборе цели, чтобы вы были тверды на этом пути, чтобы вы не страшились трудностей и терпеливо их преодолевали, чтобы вы любили и ценили жизнь. Последний звонок – праздник уходящего детства. Это прощание с определенным этапом жизни и встреча с неизведанным и таким загадочным будущим. Чтобы сделать последний звонок одним из самых красочных и ярких моментов за всю школьную жизнь, ребята подошли к вопросу подготовки максимально ответственно, кропотливо, а главное – творчески. Каждая школа призвана готовить человека, который должен войти в этот мир и преобразить его. Выпускники впитали самое лучшее в стенах родных школ и теперь выйдут из аудитории навстречу первым серьезным испытаниям. Для большинства выпускников учеба продолжится, но на новом уровне, потому что это уже не малые дети, а взрослые люди, отвечающие за свои поступки и в целом за свою жизнь гораздо в большей степени, чем еще совсем недавно. Ну а на память об этом замечательном дне уже по традиции в небо были запущены воздушные шары, сопровождаемые колокольным звоном. 26 мая митрополит Рязанский и Михайловский Павел совершил освящение места под строительство нового храма в сельском поселении Пионерский Рыбновского района. Церковь будет именоваться в честь святых братьев-бесеребренников Косьма и Дамиана. Согласно древней традиции русской православной церкви, освящение места всегда совершается прежде начала строительства. Таким образом, у Бога и спрашивается благословение на создание будущего храма. На знаменательном для села мероприятии присутствовали священнослужители, глава администрации поселка и его жители. До революции сельское поселение Пионерский называлось Серкино. В окладных книгах XVII века упоминается о местной Космодемиановской церкви. Известно, что ее разбирали, перестраивали, а в советское время и вовсе разрушили. Теперь решено было построить новый деревянный храм. Проект церкви в честь святых Косьмы и Дамиана готов и не так давно был утвержден правящим архиереем. Он лично осветил место под строительство и, обращаясь к верующим, говорил о том, что строительство храма — это серьезный и важный шаг на пути к возрождению всей православной церкви. Владыка подчеркнул, что храмы строятся для того, чтобы духовно обогащать и облагораживать людей. Будет построен храм. Храм — это Дом Божий. А значит, будет здесь, на этом месте, пребывать богатая Святого Духа. А значит, она будет животворить и живить людей, которые здесь живут. Храм, где будут совершаться богослужения, где будут совершаться святые таинства. Значит, люди будут сюда приходить, приносить свои скорби, печали, трудности, проблемы. А уходить из храма будут вдохновленными, воодушевленными, напутствуемыми святыми таинствами христовыми. И это будет стимулировать нормальную, благополучную жизнь людей. Возможность строительства храма возникла благодаря усилиям неравнодушных людей, а также руководству района и поселения. Будущая церковь станет духовно-просветительским центром не только для верующих и прихожан, но и для всех людей, проживающих в округе. Ведь появление нового социального и культурного центра позволит решить ряд духовно-нравственных проблем. Оказание пастырской помощи нуждающимся, грамотной организации досуга детей и молодежи, поддержка людей, оступившихся на своем жизненном пути. Местные власти надеются, что такая деятельность будет способствовать сплочению людей и улучшению духовно-нравственной жизни населения, проживающего в поселке. Мы обращались к священникам за помощью, они приезжали сюда, и мы совершали раз в год на Пасху, это освящение куличей и Пасхи. Сначала на улице, потом погода неблагоприятная была, стали освящать в СДК в нашем сельском. Вот. И поэтому решили вопрос с тем, чтобы создать в центре здесь поселке Пионерском храм. Поэтому я думаю, что народ сегодня на освящение собрался, они приняли это с пониманием, и это будет нам во благо. Хотя бы он будет здесь сближать народ. Освятить храм в честь святых братьев было решено по просьбам жителей поселка. Во-первых, это дань памяти прежней церкви, некогда разрушенной. А во-вторых, космайдемиан испокон веков на Руси славились своим даром исцеления больных людей, а также животных, что особо было важно в сельских местах. Бескорыстное служение людям и сострадание святых братьев к боли ближнего для многих явилось примером христианской любви. В богослужебных книгах содержат упоминания о трех парах святых братьев-бессеребренников, носящих имена Косьмы и Дамиана, которые врачевали. Так как годы безверия многое стерли из памяти, и установить сразу в честь какой пары чудотворцев именовалась прежняя церковь нет возможности, то по решению правящего митрополита сегодня ведутся архивные поиски по уточнению этих сведений. Святые космайдемиан всегда на Руси считались безвозмездными целителями людей и животных. И мы очень надеемся, что наши теперь небесные покровители будут врачевать сердца и души людей всех сюда приходящих. Можно сказать, что мы сегодня, молившись на этом месте, продолжили традицию и просим также святых врачевателей нам помочь, чтобы здесь у нас тоже возродилась православная духовная жизнь. Строительство церкви в поселке долгожданны и знаменательные события. Ведь храм для верующих людей — это не просто место молитвы и совершения обрядов крещения, венчания, отпеваний. Это место для облагораживания душ людей. Отрадно, что еще один новый источник живой воды в скором времени забьет на нашей Рязанской земле, и многие получат от него телесное и душевное исцеление. Началась реализация проекта победителя конкурса «Православная инициатива-2013», представленного городским общественным движением за восстановление и сохранение Лазаревского кладбища совместно с приходом храма Святого Праведного Лазаря. Самый сложный его этап — поисковая экспедиция волонтерских отрядов по старинному некрополю. Задача одна — провести первичную очистку могил и сделать точное их описание. Экспедиция проводится с целью составления полного реестра захоронений. Помогают в поисках не только студенты рязанских вузов, но и неравнодушные жители города. Каждый волонтерский отряд в начале работы оценивает свои силы. Некрополь большой и в некоторых местах труднопроходимый из-за кустов, деревьев, высокой травы, поломанных и близко расположенных оград. Но молодые люди не страшатся. У каждого свой набор инструментов — перчатки, лопаты, грабли, мешки для мусора и фотоаппарат, который практически поминутно отслеживает всю проделанную работу и запечатлевает открывшиеся взору надгробные плиты и в некоторых местах чудом сохранившиеся надписи. Кроме этого, волонтеры используют в работе цифровой диктофон, на который записывается вся информация. Нас привлекли к участию, предложили поучаствовать в разборе Лазаревского кладбища в центре города Рязани. Ну, в общем-то, у нас откликнулись добровольцы, люди, которые неравнодушно к этому относятся. И, в общем-то, мы вот пришли, мы здесь. Здесь кладбище находится в плачевном состоянии, и все-таки хотелось бы какую-то память сохранять о предыдущих поколениях. У меня здесь захоронен прадед, и об этом кладбище мне немножечко известно, что это одно из самых старших кладбищ города Рязани, и здесь есть очень старое захоронение, в том числе воинов 1812 года. Работа состоит в очистке одного из рядов, и мы надеемся, что завершим ее достаточно быстро. Средняя продолжительность работы отряда — не менее трех часов. Для более удобной очистки некрополя всю его территорию разбивают на секторы. Чтобы зафиксировать информацию о захоронении, молодые люди проводят первичную очистку могил. Убирают мусор, ветки, протирают надгробия, кресты, таблички и фотографии. Указывают местонахождение относительно храма, дорожек, входов и стен. Записывают данные о количестве захоронений в ограде, фиксируют имена, даты жизни и смерти. Если есть, то и надгробные надписи. На Лазаревском кладбище встречаются склепы, старинные захоронения, представляющие культурный интерес. С ними волонтерский отряд работает более тщательно. А сейчас задача наша какая? Переписать все захоронения, которые есть. И вот нам представила такую схему. Это МУП Ритуал. Это городская организация. Видите, поделена на кварталы. Мы пока обрабатываем только первую. Вот начали обработку первого квартала. Нанесены это уже захоронения, обработанные. Не все. Потому что мы сейчас находимся... Вот ваш сегодня ряд будет 20-й. Старинный некрополь напрямую связан с историей нашего города. Здесь нашли свое упокоение и участники Отечественной войны 1812 года. И знаменитые люди, много сделавшие для Рязани. Николай Васильевич Шумов – русский художник и иконописец. Протеерей Михаил Александрович Виноградов – духовный композитор. Врачи, деятели культуры, искусства. В том числе есть имя святого человека. Около храма есть могила блаженного Василия Кадымского, который скончался в 1848 году и был причислен к лику святых. То состояние, в котором некрополь находился многие годы, удручало людей, неравнодушных к истории родного города. Учредители проекта в их числе. Для них как никогда важно помнить свою историю и сохранять то, что напрямую связано с событиями прошлых лет. Поэтому проект имеет двоякую цель. Его авторы стараются не только восстановить и сохранить некрополь, но и проводить просвидетельскую работу. В задачах нашего проекта это не только такие вещественные, материальные результаты. Мы прежде всего ставим, конечно, и воспитательные задачи. Потому что сегодня очень важно восстановить такое адекватное отношение к истории нашей страны. И мы считаем это, скажем, неэтичным, отправляясь в Москву или на Бородинское поле пренебрегать тем, что здесь есть у нас. Мне кажется, что все наше изучение Отечественной войны 1812 года должно начинаться отсюда. И тогда только мы достигнем тех результатов, которые себе планируем. И истинный интерес к истории Отечества и любовь к Отечеству земному, без которого невозможна уже Отечество, любовь к Отечеству небесному. Приняв участие один раз, люди возвращаются сюда вновь. Объемы работ внушительные. Кроме описания могил, по проекту параллельно идет работа по собиранию сведений в архивах о людях, нашедших на Лазаревском некрополе свое упокоение. Итогом деятельности станет создание электронной карты кладбища, которой смогут воспользоваться жители не только Рязани, но и других городов. Возможно, кто-то, воспользовавшись ею, сможет узнать о своих родных или знакомых больше информации. Так как работа только на начальной стадии, то принять в ней участие могут абсолютно все желающие. Достаточно обратиться в Лазаревский храм. На этом мы завершаем наш эфир и благодарим вас за то, что вы были с нами в этот воскресный вечер. Увидимся ровно через неделю. До свидания, уважаемые телезрители.